МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы продолжаете смотреть телеканал «Тверь сегодня». С вами над городом Анна Шевчук. Начнем с официальной хроники. Сегодня губернатор побывал на Мигаловской набережной и проинспектировал ход ремонтных работ. Евгения Щетинина также побывала там. Есть слово. Новым украшением города в ближайшее время станет Мигаловский мост. Иначе как архитектурным объектом его не назовешь. В планах строительства за три года превратить полуразрушенную переправу в современную эстакаду с расширением трассы М-10 «Россия» и тремя съездами к магистрали. Вдоль основной дороги будут проходить два местных проезда протяженностью полтора километра. Не обойдут стороной и проспект «Пятьдесят лет октября». На участках, прилегающих к трассе, ожидается полная реконструкция. Ориентировочно основные строительно-монтажные работы по эстакаде будут закончены в сентябре месяца текущего года. После чего, учитывая аварийное состояние существующего моста, введенные ограничения по нагрузкам, по скоростному режиму, будет принято решение о запуске в двухполосном режиме рабочего движения уже на новый мост со эстакадой. То есть, мимо, минуя проспект «Пятьдесят лет октября», водители будут пересекать реку Волгу, проспект «Пятьдесят лет октября», и в целом город Тверь, транзитный, без светофорного регулирования. В сентябре планируется запустить только две полосы движения, однако и это уже на год раньше срока. Строительство идет семимильными шагами, но некоторые факторы все же затормаживают его развитие. Это перенос инженерных коммуникаций на отдаленную от магистрали территорию и расселение жителей близлежащих домов. На совещании губернатор четко дал понять, что проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки. Значит, сегодня на совещании, да, в результате совещания, я хочу, чтобы вечером я четко понимал план, Сергей Афимович. С вами согласован. И если мы, вот хочу, чтобы было посвящено и подрядчик, и заказчик, да, строитель, чтобы были посвящены, чтобы у нас найти возможность не уходить на оси. Если мы найдем вариант быстрого решения, мы сможем оперативно приступить к работе? Да, Сергей Афимович? Я думаю, да. Вы предлагаете именно этот вариант? По всем прогнозам, к 2015 году жители микрорайона Мигалова и близлежащих населенных пунктов о пробках могут забыть. По новоиспеченной магистрали в сутки будут проходить порядка 40-50 тысяч автомобилей. Сейчас, когда нам навстречу пошло руководство автодороги, пошли строители за то, чтобы раньше запустить Мигаловскую развязку, то, конечно же, наш темп не устраивает строителей. Они готовы быстрее работать. И потому вопросы для того, чтобы выделение земли, переносы участка газовой магистрали, расселение граждан, это уже наша ответственность. И понятно, что сегодня, инициируя совещание, мы говорим не только о строительстве и запуске развязки, мы говорим о целом комплексе мероприятий. Вода, канализация, газ, жилье, люди, транспорт, обеспечение, подъезды к предприятиям, которые работают. Это должно решаться в комплексе. И самое главное, что с учетом и Восточного моста для нас, это объект номер один для меня. Благодаря усилиям 120 рабочих и 20 единиц техники, работы по строительству федерального объекта должны завершиться в назначенный срок. Африканская чума свиней продолжает бушевать на территории Тверской области. Теперь на территории всего нашего региона объявлен карантин. Как гласит постановление, на территории области запрещается ввоз и вывоз за пределы региона свиней, кормов, не прошедших термическую обработку, также продукции охоты, полученной от диких кабанов, продукции свиноводства, кроме произведенной на специализированных свиноводческих предприятиях. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Основные направления отрасли информационных технологий связи обсудил на встрече губернатор с главой профильного комитета. Подробности в нашем следующем материале. Активизация работы по внедрению электронных, государственных и муниципальных услуг в регионе – одна из основных задач, стоящих перед отраслью. Со вступлением в действие закона процедура получения гражданами государственных и муниципальных услуг должна быть значительно упрощена. Теперь жители организации, обращаясь в ту или иную структуру, предоставляют минимальный набор документов. А орган, предоставляющий услугу, обязан обеспечить наличие недостающих документов, имеющихся в распоряжении других структур. С этой целью в области развивается своя региональная информационная система. В действие должны быть введены 13 первоочередных услуг, которые будут предоставляться населению в электронном виде. Для реализации этой задачи сейчас идет подключение к электронным сервисам федеральных структур. Два сервиса уже подключены. Еще два тестируем, три в разработке. Но Федеральная налоговая служба и Федеральная служба государственной регистрации под астрой и фотографией, реестр, дают нам 61% от общего количества взаимодействия. Поэтому, в общем-то, так сказать, срок нам поставлен по разработке реального плана вхождения в 210-й закон, 1 сентября. Если мы сделаем к этому моменту хотя бы 5-6 сервисов, которые есть, то уже срок у нас вполне реально пойдет. Будет у нас сейчас проект 112 реализовываться. Вчера был разогран конкурс. Будем прорабатывать. И надо создавать каналы связи до райцентров совместно с этим проектом. Губернатор области обратил внимание еще на одно важное направление в работе сферы информационных технологий и коммуникаций. Необходимо улучшить ситуацию с охватом региона связью. Можно говорить даже в Твери. Есть зона, где связи нет. В Твери. И я очень попросил выстроить систему работы с мобильными операторами, для того, чтобы это была наша общая задача понимать, что это не только информация, не только связь, но и безопасность наших граждан. Это касается и вдоль трассы реагирования на чрезвычайные ситуации. Некоторые договоренности, которые ранее удалось достигнуть в переговорах с представителями сотовых операторов, уже реализуются. Так, одна из компаний в этом году сконцентрировала строительство всех высших доль железных дорог. Кроме того, при взаимодействии с сотовыми операторами улучшено покрытие и качество связи в ряде сельских населенных пунктов региона, отметил Алексей Важнов. Важно и то, что в связи с установкой дополнительного оборудования на постоянном контроле управления и вопрос влияния сигнала на здоровье населения. Результаты проведенных исследований подтверждают отсутствие вредного воздействия, а показатели даже в десятки раз ниже предельно допустимых норм. В рамках решения всех задач губернатор области акцентировал внимание на ряде моментов, среди которых информационная безопасность. Глава региона также отметил, что решая те или иные задачи отрасли, необходимо выстраивать тесное взаимодействие с Министерством связи России, чтобы знать приоритеты и отслеживать федеральные программы, в которых может принять участие Тверская область. Хорошая новость для всех жителей Центрального района, да и вообще для всех тверетян и гостей нашей Твери. Ларьки, заброшенные на улице Советской, которые не используются уже 7 лет, наконец-то снесли. Подробности далее. Торговый павильон на улице Советской, собственность, общество с ограниченной ответственностью Сигма-М. Еще в августе прошлого года арбитражный суд региона возложил на организацию обязанность освободить земельный участок. Прошел почти год, а владельцы ларька так и не удосужились его снести. Было принято решение демонтировать павильон за счет бюджетных средств. Работы производились в течение полутора недель. Сначала велась разборка верхних конструкций. Необходимо было отключить ларек от сетей, газоснабжения и других коммуникаций. Объект, который имел и систему отопления, теплоснабжения, и водоснабжения, и электроснабжения. То есть здесь есть определенные трудности в производстве работы. В следующем году на месте демонтированного павильона администрация центрального района планирует организовать зону отдыха. А пока здесь будет посажен газон. Здесь нужно просто разбить хороший сквер. Может быть убрать какие-то переросшие деревья, вот например береза рядом стоит, она практически уже такая старенькая, аварийная. И посадить новое. Демонтированные конструкции торгового павильона переданы на ответственное хранение в МУП «Зеленстрой». Вчера свой 75-й день рождения отметила Мария Ивановна Воронова. Как и полагается, за одним столом собрались родственники, близкие и друзья тверетянки. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Евгения Щетинина продолжит. Почти 30 лет Мария Воронова была прессовщицей в кирпичном цехе на Калининском комбинате строительных материалов. Она выбрала такую работу, которую не всегда выдерживали и мужчины. Через 5 лет Мария Воронова уже считалась одной из лучших работниц, трудилась несколько смен. В результате о молодой прессовщице говорила вся страна. В 83-м году с вручением Третьего Ордена Трудовой Славы она стала первым на Тверской земле его полным кавалером. Я приехала в Тверик. Кто же мне подсказал, что она силикатная? В общем, кто-то подсказал. Я пришла в отдел кадров, да, такая маленькая, худенькая. Да ты, говорит, не достанешь до прессов-то. Я подпрыгну маленькая. Ну и что? Это начальник отдел кадров на меня. А я тоже такая, я подпрыгну до прессов-то, да. Они смеются. Говорят, ну если подпрыгнешь, рабочих у нас не хватает. Давай, говорит, иди, молодой, иди работай. И я работала, поймаясь ученицей, неделю не работала. Вот так. Я пришла, сперва работали. Мы вручную, руками снимали с прессов кирпичи. Это была, знаете, какая работа, кропотливая, тяжелая. Руки объедала. Мы у нас на руках всегда шили, мы ладошки. Поздравляя Марию Ивановну с 75-летием, губернатор поблагодарил ее за многолетний труд и активную жизненную позицию. Хочу поблагодарить, поздравить. И самое главное, пожелать здоровья. Спасибо большое. И благополучия, большая, хорошая, дружная семья. Очень, да, хорошо, приятно. Потому что Тверская область и авторитет Тверской области, конечно, вашими руками зарабатывался. Да, было все это. Ваша энергия. Мария Воронова продолжала работать на заводе, даже после выхода на пенсию, целых 10 лет. Во всем она руководствовалась двумя правилами – не обманывать и не завидовать. Рабочих было мало. Я заменяла, можно сказать, за двоих работала. Да, да, да. Вот. И я работала с 65-го года и на пенсию пошла в 92-м году. Ну, после 92-го года, естественно, я работала еще 10 лет. Упорный труд на заводе был возмещен сполна. Признается Мария Ивановна. За высокие достижения она получила квартиру и практически каждый год летала за границу. Успела побывать во Франции, Турции, Египте и даже в Японии. Легендарная присообщица и сейчас занимает твердую жизненную позицию. А новому поколению она желает упорства, добродушия, отзывчивости и трудолюбия. Желаю здоровья, процветания, больше денег зарабатывать и ничего не бояться. Работайте на полную силу, мои хорошие друзья. Спасибо вам большое. Лето пока особо хорошей погодой нас не радует, зато радует разнообразными и интересными событиями. Куда пойти в дождливые выходные и что посмотреть, расскажет Елена Глушкова в своей еженедельной рубрике на досуге. Имя московской фотохудожницы Екатерины Рождественской хорошо известно по всей России. 79-я персональная выставка развернулась в Большом зале городского музейно-выставочного центра. Лучшие работы разных лет никого не оставят равнодушным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ледниковый период — это тот мультфильм, который с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Новые приключения любимых героев в четвертой части мульт-эпопеи «Континентальный дрип». Смотрите в кинотеатрах города в 3D. Представьте, что крохотная трещина стала началом крупнейшего события в истории. Оу, пардон. Думаю, ты ни при чем. Энни! Мэнни! Обними меня! Когда мир разваливается на пустыне... Я найду вас! Слышите? По что бы то ни стало! Величайшие герои в истории начинают свое самое захватывающее приключение. Моя мама как-то сказала, даже когда дела плохи, верь, радуга появится. Сказала и бросила тебя? Ну, да. Эй, а мама-то меня не обманула? Серьезно? В этом году... Мы спасены, мы спасены... Нам пора домой! К бою! Сдавайтесь! Или сильно пожалеете! О, нет! Конец света! Бабуля, давай лапу! Вот еще! Я лет сто не мылась! Какое гадкое зрелище! Всего лишь верхушка айсберга! Мы все выживем! Ну, они под вопросом. Сирены! Не слушайте их! Сид! Обожаю ленивцев, плюющих на личную гигиену. Так это ж я, детка! Мы пробились сквозь шторма и течения. Все худшее позади. Никто не помешает мне вернуться к семье. Ешкин краб! Ледниковый берет 4. Континентальный дрельф. Ты такой нежный. Блядь, тигра. Вообще-то я жестокий и безжалостный убийца. Диагушка, я сделал тебе новое жерелье. Постоянно их теряет. Хе-хе-хе. Та-та-ра-там, тара-па. До понедельника вы еще можете успеть на выставку тверской фотохудожницы Жанны Кмирновой. Работы, выполненные в уникальной технике «Рыбий глаз», можно увидеть в коле городской библиотеки имени Герцина. За событиями в Крымске с волнением следит вся страна. В воскресенье в 18.00 в клубе «Собака Милли» состоится благотворительный концерт «Рок в помощь». Каждый из вас может помочь пострадавшим в Краснодарском крае. Под Тверью вспыхнет черное пламя. С 18 по 22 июля на полигоне «Глория», что на 186-м километре трассы Носкова, Санкт-Петербург, соберутся поклонники фэнтези, знаменитой эпопеи песен «Да и пламени» и мега популярного сериала «Игра престолов», для того, чтобы поучаствовать в масштабной ролевой игре. Проведите эти выходные с пользой, яркими эмоциями и хорошим настроением. Имя первого всенародно избранного мэра Твери Александра Белоусова хорошо известно всем жителям Твери и Тверской области. 20 июля ему бы исполнилось 65 лет. В этот день на Дмитрово-Черкасском кладбище собрались друзья, близкие и просто неравнодушные люди, чтобы почтить память почетного гражданина Твери. «Мы разные, но Тверь у нас одна». Эта фраза, часто повторяемая Александром Белоусовым, со временем стала девизом города. Время городского управления легло на его плечи в самые сложные для страны времена. Спустя 9 лет после смерти первого тверского мэра, жители города несут цветы к его могиле. В знак памяти и уважения Александру Белоусову. Те 16 лет, когда он руководил городом, это было самое трудное время, 90-е годы. К сожалению, поэт сказал, что времена не выбирают, в них живут и умирают. А его такие качества, как открытость, порядочность, верность своему слову, к сожалению, 90-е годы, конечно, были не всегда в почете. Но он свято верил в то, что он делает, и делает это на благо жителей города и самого города. Александр Петрович Белоусов руководил нашим городом на протяжении 16 лет. С его именем неразрывно связаны многие успехи и достижения тверетян. Сказать хотя бы о возвращении Твери, ее исторического имени, ну или, допустим, ремонт на улице Советской. И мы не ошибемся, если скажем, что имя Александра Петровича Белоусова навсегда вписано в историю нашего города и вписано добрыми буквами. Мы также не смогли обойти стороной это событие и вспомнить этого замечательного человека. И поэтому сейчас мы предлагаем вам интервью Александра Белоусова, записанное в 1996 году. Ну а я с вами пока прощаюсь. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА